Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору. И я вот сейчас подготовил, подготовил очень полезную, нужную книгу, которую вот прямо я советую сразу после урока, который у нас проходит, сразу же изучать одну заповедь из краткой книги, заповеди Хофицхайма, для того, чтобы не только понимать, насколько Тора важна, а для того, чтобы именно изучать и соблюдать. Потому что без соблюдения, просто на одном понимании, что Тора важна, не происходит изменений. То есть мы живем в мире действий, и понимание, оно должно обязательно быть выражено в произнесении и в действии. То есть весь этот мир построен на результатах слов и действий, а не на внутренних пониманиях. Внутреннее понимание – это как раз вот эта свобода человека. Интересно, мы много говорили в последний день там с разными людьми о том, где же свобода выбора. Так вот, свобода выбора в свободе интерпретации. То есть ты в своей голове, ты полностью свободен. Хочешь так, думай, хочешь по-другому. Хочешь, верь в это, хочешь, верь в это. Хочешь, смотри туда, хочешь, смотри сюда. То есть у человека есть свобода в интерпретациях и в мыслях. Но дальше, когда ты уже произнес или сделал, то уже это действие, оно начинает производить изменения в мире, которые уже не только от тебя зависят. То есть дальше твое слово и действие, оно входит в восприятие других людей и мир начинает шевелиться уже не под твоим контролем. То есть ты уже его не контролируешь. Ты можешь добавлять, пытаться что-то изменять, но внешний мир, он не твой. Он уже, как говорится, что все идет с неба, кроме страха перед небесами. То есть ты можешь внутри верить, не верить, думать, не думать, а внешний мир Бог управляет им, управляет. И слава Богу, у него хорошо получается уже. Сколько лет он управляет, да? Хорошо. Теперь двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Мы изучаем мудрость царя Соломона, притчи царя Соломона. И мы сейчас находимся в пятой главе. Мы находимся в пятой главе. И пятая глава, значит, отрывочек. Отрывок мы дошли. На тринадцатом мы закончили. Это царь Соломон нас предупреждает, что когда придут на тебя проблемы, страдания, сложности, и ты скажешь тогда, эх, как же я не слушал Бога, как же я не слушал увещевания, как же я не слушал учителей моих, и почему я не хотел, знаете, как человек, который попал, не дай Бог, в аварию на машине, и он сидит в этот момент и думает, зачем я пил, зачем я выехал, зачем я вообще не слушал там своего учителя по правилам дорожного движения. То есть он пытается назад отмотать все свои поступки и думает, я же мог это не сделать, это не сделать, это не сделать. Или наоборот, сделать по-другому, по-другому, и не было бы сейчас этой аварии. Вот точно так же царь Соломон предупреждает, если ты будешь идти по неправильным путям, если ты будешь идти не по путям Торы, тогда у тебя обязательно будет авария. И в этот момент ты скажешь, эх, чего же я не слушался-то, да? Четырнадцатый отрывок. Дословно переводится так. Почти был я в каждом зле, среди общества и общины. Значит, здесь нам дается некая структура, структура, как в жизнь человека заходит грех. Грех никогда не заходит сразу, вот так вот прям не прыгает. Он заходит по чуть-чуть. Заходит по чуть-чуть, человек вначале раз оступился, два оступился, три оступился. И дальше он постепенно, постепенно привыкает и говорит, а что, что я плохого делаю? Я ничего плохого не делаю. Говорит человек, потому что каждый человек прям в своих глазах, и человек видит в чужом глазу соринку, в своем бревно не замечает. И, ну почему здесь написано, что проявится все среди, среди общества и общины? Значит, здесь есть интересная такая вещь, что нам не обязательно ждать, пока именно на тебя упадет терпич. То есть не надо ждать, пока на тебя упадет терпич. Нужно посмотреть по сторонам и подумать. И подумать о том, что вот мы смотрим, как вокруг двигается мир. Вот сейчас, например, весь мир говорит, вот, вот этот вот, убили, там, взорвали ратетой Касама этого, какого-то иранца, да, генерала. Но он же убийца, он же убийца, который планировал убийство, и убивал, и планировал, и хотел убивать, и с ратетами он всю жизнь имел дело с ратетами. Так почему странно, что его ратета убила? То есть человек, который убивает ратетами, его ратеты убивают, это, это как бы абсолютно понятная, очевидная вещь. И здесь Бог нам всегда показывает, показывает, как работает окружающий мир, то есть происходят какие-то вещи, там, наказывают. Вот, например, возьмем, возьмем многих злодеев, там, которых, которые исчезли, да, там, нацисты эти, макшмам, чтобы стерлось их имя и так далее. И мы смотрим, то есть мы видим, что неправильное поведение, оно всегда наказано, всегда наказано. Поэтому здесь написано, что ты по чуть-чуть сам входишь в зло, но проявляется всегда наказание на глазах у общины, то есть на глазах у всех людей. И ты можешь просто, глядя вокруг, видеть, к чему приводят разные модели поведения. Понятно, да, идея? Хорошо, теперь следующий отрывок. Что нам предлагает царь Соломон вместо того, чтобы страдать и вместо того, чтобы жалеть о том, что произошло несчастье? Он говорит, смотри. Он говорит метафорами, да, эта же книга называется «Притчи», поэтому она так и называется «Притчи», что все идет здесь метафорами. И здесь говорит царь Соломон нам про какую-то воду из ямы надо пить, и которая будет течь потом из твоего колодца. Для нас эти метафоры непонятны вообще, но давайте разберемся, что он имел в виду. Значит, как раньше происходило сбор воды, да, то есть есть яма, это делали такую, как в камне выбивали или в земле выкапывали яму, ее обмазывали глиной там и так далее, и дождевая вода в нее собиралась. Это был один источник воды, он был не очень, конечно, приятно, да, из такой ямы пить, но это было всем понятно, что есть дождевые ямы, куда собирается вода. Есть второй источник воды, это колодец, рыли, рыли, рыли колодец, и этот колодец доходили потом до воды, которая била из земли, чистая вода, родниковая вода. Раньше это понимал каждый, то есть это как бы любого на улице останови, ну, ты откуда воду несешь с ведрами, я в яме набрал, буду там овец поить, а ты откуда идешь с ведрами, а я из колодца, это мы сами будем пить. То есть раньше люди, конечно, это все понимали, царь Соломон, он с ними говорил на одном языке. Теперь, что он имел в виду в этой метафоре, что он хотел нам показать? Он говорит, смотри, человек, он, когда он рождается, он пустой, он вообще пустой, то есть он как сосуд без наполнения. Чем он наполняет свою голову? Он наполняет свою голову словами и мудростью других людей, то есть он, все, что мы знаем, мы знаем от кого-то. Вся информация, которую человек имеет у себя в голове, он получил извне. Это надо понять, осознать и признать. То есть когда человек говорит, я знаю, я думаю, я считаю, я верю и так далее, то он просто перебирает идеи других людей, которые в него попали. Вот так вот, да, как это не удивительно, но это так. Теперь дальше, это он сравнивает с водой, которая натекла в яму, которая натекла в яму. Но он нам говорит, что он нам говорит? Вода это Тора в его, в его как бы представлении. И он говорит, вначале ты должен набрать Тору как в яму, то есть ты должен получить знания от мудрецов, от тех людей, от пророков, от тех людей, которые знали. И собрать это как вода в яму. Потом, когда у тебя наберется внутри много Торы, и ты с помощью Торы, ты будешь знать, как молиться, ты начнешь выполнять заповеди. Я, кстати, нашел сейчас краткую книгу заповедей Хафицхайма, я уже разослал. И сейчас Влад Косов добавит обязательно ссылочку, добавит на краткую книгу заповедей. Когда ты начинаешь выполнять заповеди Бога, то есть ты набрал сознание Торы, это как вода, дождевая вода, которая с неба собралась в яму. Потом ты начинаешь эти заповеди выполнять, эту Тору обдумывать. И главное, ты начинаешь молиться. То есть у тебя в сердце, сердце это как мышление, появляется личный такой вот, личный канал связи с Богом. То есть ты к нему обращаешься, ты его благодаришь, ты видишь его проявление в окружающем мире. То есть ты начинаешь с Богом личную свою коммуникацию. Тогда у тебя внутри открывается то, что называется колодец, родник, через который у тебя, возможно, начинает уже приходить влияние от Бога. Но тут очень сложно это все проверить, потому что есть такие шутки на эту тему многие, что когда ты разговариваешь с Богом, это называется молитва. И это нормально, человек приходит к стене плача, молится, просит, пишет записку, это считается нормально. Ты разговариваешь с Богом, это молитва. А когда человек говорит кому-то, Бог начал разговаривать со мной, и я слышу в голове голос Бога, и он мне что-то говорит, то это называется шизофрения. Представляете, это такая шутка, и в этой шутке есть доля правды, потому что как отделить голос Бога от сумасшествия, от какого-то сбоя в мышлении? Это очень сложно. Этот нюанс очень сложный для человека, поэтому проще полагаться на Тору. То есть были пророки, которые доказали свое пророчество, да, то есть по Торе пророков очень сильно проверяли, и если они не выдерживали проверок, то их убивали. То есть если ты говоришь, что ты пророк, тебя проверяли, 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 не выдержал проверку, все, смертная казнь была. Да, это прямо в Торе написано, что если пророк приходит и обманывает, и говорит, я от Бога, сообщаю вам что-то от Бога, а на самом деле он врал, то такого надо убить. Так вот, значит, поэтому, поэтому, как бы полагаться на этот голос, внутренний голос, я бы не стал. Но у нас есть Тора, Тора это как раз то, что Бог конкретно сообщил, объяснил, показал, разъяснил, и мудрецы до нас доносят, это и есть воля Бога, которую он прямо, прямым текстом выделил. И это то, что нам сказал в 15-м отрывке 5-й главы царь Соломон, ште маем ми буреха, пей воду вначале из колодца, все, что ты собрал. Помните, мы учили в Пертьевод, что рабе Лейзар бенурканас, он называется бор сит ше эйна мэбет типа, он называется колодец, обмазанный глиной, бор сит, это колодец обмазанный глиной, который эйна мэбет типа, который не теряет ни одной капли. То есть, это нужно с этого начать, вначале стать колодцем, который собрал в себя много Торы, а потом, когда ты уже, не колодцем, а ямой этой, да, дождевой ямой, а потом у тебя откроется, возможно, вот этот вот колодец, но это еще надо проверить, колодец это или нет, как один, я слышал такую историю, один такой религиозный парень, с виду религиозный, одетый как религиозный, с бородой, с шляпой, подошел к Равбинсону Зильберу и ему говорит, Равбинсон, говорит, мне проявляться или нет? Равбинсон Зильбер ему говорит, в смысле говорит, что вы имеете ввиду? Он говорит, ну, Равбинсон, вы же такой великий раввин, сын Равыцка Зильбера, вы же знаете, что я Машеах, вы же, ну, вы же видите, что я Машеах. Не проявляться уже, чтобы другие люди тоже об этом узнали, рассказывать им или нет? Равбинсон ему говорит, а что врачи говорят, что врачи вам говорят? Он говорит этот, он сразу вот так, ну, задал ему прям такой прямой вопрос. Тот говорит, вы знаете, говорит, врачей, что врачи? Врачи говорят, что, что вы, разве врачи могут понять, что я Машеах? Это он имел ввиду. Равбинсон ему говорит, вы знаете, говорит, я не знаю, говорит, вы Машеах или нет, но в Шулханарухе, в Шулханарухе это как сборник законов, написано, что врачам надо верить. Врачам надо доверять, поэтому он говорит, если врачи сказали не раскрываться, не раскрывайтесь, да? То есть вот этот внутренний, когда откроется у каждого из нас колодец, дай бог, чтобы открылся Руаха Кодиш, это называется Святой Дух. Надо проверить, или это Святой Дух, или это, знаете, бывает, что у нас когда-то, когда мы приехали в Израиль, еще была очень маленькая дочка Яэль, и с нами приехала женщина, прекрасная женщина, Люда ее звали, которая была ее нянечкой. И она, Люда, она была очень верующая, такая христианка верующая, евангелистка, она, ну, очень верующая, да, то есть она реально каждый день там, ну, есть люди, которые реально верующие, вот она была верующая Люда. И мы жили в таком месте, там такой рядом была полянка, парк, и как-то, как-то Люда говорит, вы знаете, а мы жили прямо возле старого города, возле, недалеко прямо от Явских ворот, и Люда говорит, вы знаете, там есть место одно, в котором бог со мной разговаривает. Вот точно она говорит, бог со мной разговаривает. А мы говорим, Люда, что ты имеешь в виду? Она говорит, есть одно место, где бог вот, а как бог обращался? Помните, он обращался все время, там, Авраам, Авраам, Яаков, Яаков, то есть он обращался, как бы, двойным таким именем. И она действительно говорит, пойдемте, я вам покажу. Она показала место, где действительно постоянно звучал голос, там, Ицхак, Ицхак, Яаков, Яаков, Авраам, Авраам. Но оказалось, что это рядом, ну как рядом, метров 300 от этого места было кафе Арома. И в кафе Арома ты заказываешь на кассе, говоришь свое имя, а потом они объявляют, например, там «Ицхак, Ицхак», ну чтобы ты подошел, забрал, «Яаков, Яаков». И туда как раз вот то место, где она слышала в этом парте голос Бога, каким-то образом доходило эхо от этого кафе Арома. А ей казалось, что это Бог не обращается все время разными именами. Понятно, да? То есть если вдруг вы услышите, что у вас открылся этот колодец Святого Духа, надо проверить, надо проверить. Но то, что безусловно мы должны делать, мы должны собирать воду, то есть собирать знания Торы от мудрецов, от пророков, изучать, запоминать и поменьше умничать. Поменьше умничать, потому что пока ты не собрал много аксиом, вообще в принципе умничать не надо. Теперь дальше. Шестнадцатая. Шестнадцатая отрывок. Царь Соломон предупреждает, что «Яфуцу маянатеха хуца барахавод палгей мая». Он дальше предупреждает, что когда у тебя откроется колодец, то тогда «Яфуцу» это распространение твоей источники. Они распространятся наружу, на улицах и будут по тот и вот идти по площадям. Значит, следующая стадия после того, как у человека внутри откроется то, что называется «Маяна Медгабер». «Маяна Медгабер» это источник вот этот вот внутренний, как было, тоже мы учили в Пертьевод, что было пять учеников у Раббан Йоханана бен Закая. Так Раби Элизар бен Урканас, он был бор суд, он был вот этот колодец, обмазанный глиной, который не пропускал ни капли. То есть он запоминал всю Тору, которую услышал от своих учителей. А Раби Элизар бен Арах, он был «Маяна Медгабер», он был источник такой бурлящий, у которого внутри были, это называется «Хидушей Тора», новые инсайты, инсайты, которые у него прямо открывались ему, тайны Тора, ответы на вопросы там и так далее. Это два разных способа взаимодействия с Торой. И нам сказал, сказал нам царь Соломон порядок в пятой главе, пятнадцатый отрывок. Вначале ты должен собрать Тору от учителей, потом у тебя откроется колодец, потом, когда у тебя колодец откроется, начнут выходить твои источники наружу, и дальше потоки вот потекут по площадям, как говорится, когда придет время, из Циона выйдет Тора, в Эдвар Ашем, Слово Бога, из Иерусалима. То есть мы видим, что сейчас все больше и больше, вот я сейчас в Иерусалиме, мы видим, что распространяются источники, прямо Тора идет по всему миру. Если раньше было непонятно, и каждый там какой-нибудь местный там поп, он присваивал себе копирайт и говорил, что божественная мудрость, она идет от него. Сейчас все понимают, что есть Тора, которая не менялась. Три тысячи лет назад, более трех тысяч лет назад, Мушерабейну получил Тору на горе Синай, и она вот так вот из поколения в поколение передавалась, передавалась, дошла до сегодня, и вдруг все увидели, что позитивная психология это Тора, что вообще психология это Тора, что все, что в мире есть хорошего, это все идет от Бога, через Тору, учение Бога, дальше оно распространяется и интерпретируется в... То есть это то, что называется авраамической религии, тот же там ислам, христианство, но это все идет из одного источника, от Бога, через Тору, и потом, две тысячи лет назад идет такая интерпретация, интерпретация в виде христианства, 1400 лет назад, 1400 лет назад возник ислам, это идет интерпретация в таком восточном антураже, да, таком, чтобы было понятно народам, которые населяли вот эту восточную часть мира, и в общем-то все отлично. Теперь, разольют за источник, это был 16-й отрывок, 17-й отрывок, да, и тут вот интересная вещь, которая касается каждого из нас, 17-й отрывок звучит так, значит, он звучит так, «Ию лыха левадеха вээн лизарим итах, и будут они принадлежать тебе одному, интересно, ию лыха левадеха, будут они принадлежать тебе одному, вээн лизарим итах, и не будет чужих с тобой». Вот тут интересная такая вещь, значит, обычный человек, он накапливает в этом мире материальные какие-то ценности, то есть он как бы заточен на то, что он должен накапливать материальное. Теперь, ну, но любое его материальное приобретение, оно по факту его только все равно интеллектуально, то есть он верит, что это принадлежит ему, у него есть какая-то бумажечка, что это принадлежит ему, но по факту он отдельно, а его все приобретения отдельно, они не связаны, они связаны только его верой, что это принадлежит ему. Но по факту человек-миллиардер, да, Джефф Безос, то он такой же человек, обычный человек, который выглядит и как бы построен так же, как каждый из нас, и у него есть вера в голове, и у окружающих людей есть вера, что ему принадлежит Амазон, что ему принадлежит какая-то там доля акций, которая стоит 100 миллиардов, которых никто в жизни не видел, да, то есть у него есть некая идея, что это все его, но по факту оно все находится в данный момент в чужих руках, то есть весь Амазон, все его богатства и даже акции, они не у него, они вне, они как бы, он верит, что они у него есть, но у него есть только то, что есть у него внутри, в голове, в его мыслях, поэтому если ты накапливаешь духовные свои достижения, заповеди, Тора и так далее, то только это, оно все время остается с тобой, и оно все время остается с тобой навечно, вот это вот интересная такая парадоксальная штука, что только духовное, оно по-настоящему твое, так как ты с ним уйдешь из этого мира, и только духовное ты можешь раздавать в неограниченном количестве, и у тебя меньше не становится, а становится только больше, представьте какой парадокс, материальное, если ты кому-то отдал и говоришь, это теперь твое, все, на, бери, у тебя нету, то есть была у тебя материальная штука, сейчас она принадлежит ему, духовное, ты говоришь, ты знаешь, я понял такую вещь вообще, я нашел там книгу Хафетсхайма, вот вам ссылочка, краткая книга заповедей, или там я рассказал о какой-то заповеди, или еще что-то, у меня же меньше не стало, стало только больше, то есть если кто-то начинает соблюдать, изучать, приближается к Богу с вашей помощью, тогда вы в этот момент не теряете, а только выигрываете, как есть свеча, свеча, ты зажег другую свечу, у тебя меньше огня не стало, то есть ты ее зажег, а у тебя меньше огня не стало. Все, дорогие друзья, давайте на этом остановимся, значит, накапливаем Тору, дальше эта Тора внутри включает источники внутренней связи с Богом, потом эта связь с Богом начинает через вас идти на ваше окружение, на окружающий мир, и чем больше вы сквозь себя пропускаете Торы, тем больше у вас Тора остается, и с большим запасом вы приходите в вечный мир. Все, удачи, успехов, и изучайте краткую книгу заповедей, мы теперь будем в каждый урок добавлять краткая книга заповедей, ссылочка обязательно, чтобы вы успели после урока про Тору, про важность Торы, то есть Мишли нам по большому счету объясняет важность Торы и как Тора работает, но сама Тора, да, именно Тора учения, что надо делать, в Мишли есть, ну частично, да, поэтому нужно добавить к изучению Мишли обязательно изучение заповедей Бога, и эти заповеди выполнять. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня!